МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Итоги недели. О самых ярких событиях минувших 7 дней расскажут мои коллеги и я, Лилия Хайрулина. Сроки в очередной раз сорваны. Совещания по запуску котельной в 7-8 микрорайоне теперь будут проводиться несколько раз в день. На 8 часов сегодня была договоренность, что, видите, даже сюда опаздывать. За верный диагноз самым современным методом диагностики была посвящена конференция в Люберецком медицинском центре неврологии. Месяц обследовался, но все не тем, и все не там. Знакомые мелодии, лучшие опереты, в Люберецком дворце культуры прошел концерт с участием артистов из Мариинского театра. Частенько не хватает чего-то доброго и светлого. Это можно подчеркнуть в оперете, которое, можно сказать, является сказкой. Знай наших, на завершившемся во Львове чемпионате мира по тяжелой атлетике среди мастеров спорта победителем в одной из категорий стал люберчанин Алексей Никитин. Я доволен. Труды не пропали даром. И теперь обо всем этом более подробно. Сроки снова сорваны. Работы по строительству газопровода для котельной в 7-8 микрорайоне должны были завершиться еще в прошлое воскресенье. Но буквально накануне обнаружили новую проблему. По проекту участок газовой трубы проходит рядом с другими инженерными коммуникациями, что недопустимо. Сейчас решение найдено, и компания два раза в день, утром и вечером, отчитывается перед администрацией района о проделанной работе. Как будут исправлять ситуацию, узнали наши корреспонденты. На часах 21.00 за столом напряженный разговор, последние уточнения и установка новых сроков сдачи котельной. Компания «Энергострой» снова их перенесла. Уже сложно посчитать, в который раз. Я хочу сказать, это же по большому счету извиняюсь. Это бизнес-проект. Администрация к этому имеет отношение, как к закату солнца. Бизнес-проект двигается сам. А мы вынуждены здесь работать как на уровне прораб. Утром следующего дня застройщики пообещали, что котельная будет запущена к 20 октября. Однако это не значит, что к этому моменту она сможет обеспечить дома теплом. Нужно время для того, чтобы провести пусконаладочные работы. В любом случае, у них есть несколько дней на то, чтобы переложить трубу, которая сейчас проходит в нескольких метрах от жилого дома. Задача им поставлена, труба должна быть от дома отодвинута минимум на 2 метра. Вот их задача теперь с сегодняшнего дня, я смотрю, они уже работы там начали, вскрыть тротуар, убрать асфальт и основание тротуара. И на месте, где проходит тротуар, проложить также траншею и передвинув в эту плеть сваренной газовой трубы, опустить ее, закопать, сварить стыки. Застройщик уверяет, что не считая этого проблемного участка длиной в 300 метров, газопровод готов. И сегодня на нем начала работать приемная комиссия. Сама котельная, по словам представителей администрации, к эксплуатации готова. Она готова к началу работы. Остались там какие работы? Ну вот, штукатурить, побелить, там благоустройство внутри, там какую-то плитку положить. Это опять же можно делать, когда внутри тепло, сухо. Между тем, тепло в 7-8 микрорайоне все-таки появилось уже сейчас. Несколько дней назад затопили в детском саду и школе, а буквально накануне в жилых домах. На помощь снова пришла РТС Некрасовка. Однако, по словам представителей администрации, в случае сильных холодов, мощности ей может не хватить. А на новой, в 7-8, все зависит от компании-застройщика, которая не торопится приезжать даже на назначенные им рабочие встречи. Опаздывают. Видимо, они и работают у нас вот так вот. Даже на 8 часов сегодня была договоренность. Вот видите, даже сюда опаздывают. Глава Люберецкого района Владимир Ружицкий поставил задачу, чтобы в течение месяца дома и соцобъекты начала отапливать новая котельная. Будет ли это реализовано, покажет время. Екатерина Захарова, Валентина Верченко, Александр Карев, Сергей Балихин. Люберецкое районное телевидение. Приятные хлопоты предстоит пережить в ближайшее время нескольким люберецким семьям. Спустя десятилетия ожиданий, наконец, окончательно решен вопрос с расселением жителей из ветхих домов, расположенных в поселке Калинино. Когда и куда переедут люберчане, узнала наша съемочная группа. Избушки на курьих ножках. Так в шутку, а может и с горечью, называют свои двухэтажные хибары люберчане, проживающие здесь несколько десятилетий. Старожил поселка Калинино Ирина Лаврова рассказывает, что эти деревянные строения появились в далеком 36-м году прошлого столетия. Первым жителем коммунальной квартиры стал ее дедушка, которому руководство завода имени Ухтомского подарило комнату за особые заслуги в борьбе против империалистов в гражданской войне. Квартиру получал здесь мой дедушка, как сотрудник завода имени Ухтомского, как участник войны. И мой папа, и мама, они родились в этом же доме, только в разных подъездах. Естественно, родилась здесь я. Мне 51 год, вот 51 год я живу в этом доме. У меня в этом доме родился сын, ему тоже 25 лет, и вырос он тоже в этом доме. А вот свой метраж «Семья Звонецких» получила чуть позже. Но, тем не менее, коммунальное мытарство продолжается уже несколько десятилетий. В 82-м году я сюда вышла замуж в город Либерце. И, значит, до 90-го года мы жили в комнатке в этой квартире. И потом так получилось, может быть, судьба распорядилась, что соседка у нас старенькая померла. И сосед одинокий мужчина по льготной очереди получил тоже жилье. Ну и получилось так, что вот мы заняли всю квартиру, и вот с 95-го года здесь вот... 76-й и 77-й дома поселка Калинины за долгие 70 с лишним лет практически превратились в развалюхи, непригодные для жилья. Потому что очень часто выходили из строя, значит, и сантехника, и вот в последнее время даже газовые плиты. Ну и, естественно, сама обстановка, потому что много очень протечек. Если весна и осень, это обязательно заливает потолки. Это длится, ну, довольно-таки долго, лет 30 точно. 14 марта 2012 года дома 76 и 77 поселка Калинина были призваны аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу. Люберчанам предложили переехать в равные по метражу квартиры в домах-новостройках и квартиры на вторичном рынке жилья. 16 семей переедут в муниципальное жилье. Трем семьям собственников квартир была выплачена компенсация более 14 миллионов рублей. Все жилье, все жилье, которое нам предлагалось, они, безусловно, согласовано с нанимателями. То есть все выходили, смотрели, им что-то нравилось, какие-то не нравились, и мы искали для них варианты. То есть это такой рабочий процесс, они со всеми согласились, то есть они выбирали именно то, что им нужно. 15 октября в городской администрации пройдет торжественное вручение ключей от новых квартир. Для 40 человек квартирный вопрос, наконец, отойдет на задний план и станет маленькой частью истории города Люберцы. Алексей Адамов, Олег Лобанов, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. Навести полный порядок. Рабочая комиссия Люберецкой администрации провела проверку предприятий на территории бывшего завода имени Ухтомского. И вынесла вердикт – снести все самовольно возведенные постройки. Как и когда будут производить их демонтаж, узнала наша съемочная группа. Члены комиссии методично обходят предприятия на территории бывшего знаменитого завода. Огромная площадь практически в самом центре Люберец и масса всевозможных построек, возведенных самовольно. Законный вердикт один – все они должны быть снесены и в ближайшее время. Действительно идет комплексная программа по сносу незаконных установленных стационарных объектов на территории завода. И это один из следующих шагов. Наиболее принципиальным, конечно, для нас было открыть городскую улицу и освободить их от шлагбаумов. Это была приоритетная задача, которая была поставлена главой района. С 1 ноября Люберцы переходят на зимнее содержание. Представители администрации сообщили, что территория бывшего завода имени Уптомского, в частности улица 65-летия Победы и два проезда, вошли в перечень благоустройства городских дорог. Для того, чтобы качественно содержать эту территорию, нам мешают незаконно установленные нестационарные объекты. Такие как будка, ограждения металлические незаконные и так далее. Два шлагбаума. Сегодня мы собрались для того, чтобы понять, насколько они незаконны, заактировать это всё, провести рабочее совещание комиссии, определиться о демонтаже незаконно установленных нестационарных объектов. На каждом из этих объектов участники рабочей группы наклеили уведомления для собственников помещений с требованием их скорейшего добровольного демонтажа. В противном случае, все подобные постройки будут снесены принудительно. Но наряду с самовольными, там немало объектов, которые существуют на законных основаниях. Что же делать их владельцам? Я считаю, что бизнесмены, мы их как бы не трогаем, они работают и работают. Люди-то не виноваты в том, что они купили здание. Я думаю, что когда будет общая концепция развития, мы уже, наверное, будем с каждым собственником работать индивидуально. Но опять же речь идёт о бизнесменах, которые имеют необходимые документы. А в отношении незаконных объектов разговоры закончились, начинаются действия. Их снос – добровольный или принудительный – это вопрос ближайшего времени. Елена Михайлова, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. Старт военной подготовки ДАН. На днях начался набор юношей, подлежащих призыву на военную службу для учёбы в Люберецкой автомобильной школе ДСААФ. Планируется, что ребята пройдут обучение на таких транспортных средствах, как Урал и КАМАЗ. С добровольцами, которые в следующем году пополнят ряды вооруженных сил, познакомилась наша съёмочная группа. Азы стрелкового дела, технические виды спорта – такие направления, как автомотосекция, авиамоделизм, судомоделизм, ракетостроение и многое другое. В школе ДСААФ дают знания не только вождение автотранспортом, но и учат призывников любить Родину и защищать её. Основная задача – это подготовка их службы вооруженных сил. Именно комплексная подготовка, которая заключает не только в предоставлении им навыков и имений в получении технических предметов обучения, но и практических, но в том числе и подготовка их по спортивным направлениям. С напутственными словами к собравшимся обратились генерал-майор авиации в отставке Иван Вастенин и начальник управления по работе с молодёжью Борис Новиков, которые пожелали призывникам достойно представить Люберецкий район во время службы. Во-вторых, в армию вы уже придёте не рядовыми солдатами-срочниками, а придёте подготовленными специалистами. И в отличие от простых ребят-солдат, вы уже будете напрямую заниматься тем военным делом, которые вас здесь подготовили, вас обучили. Ежегодно количество призывников уменьшается, но на качестве образования это никак не отражается. В этом году на учёбу в ДСААФ пришли более 30 юношей. Каждый из них получит не только знание по военной подготовке, но и водительское удостоверение. На управление транспортным средством газоподъёмностью более 3,5 тонн. Я услышал об этой возможности и решил сразу, не думая, прийти, потому что изначально считал, что это мужское занятие, где служить в армии, и посчитал, что это мне пригодится в будущем. В этот день курсанты, а именно так теперь будут называть юношей, познакомились с преподавательским составом. А затем все прошли в учебный класс для дальнейшего знакомства с расписанием занятий. Лилия Хайрулина, Сергей Балихин, Люберецкое районное телевидение. В начале октября в здании почты открылся Центр компьютерной грамотности, созданный в том числе и для социально незащищённых категорий граждан, ранее не имевших доступа к современным технологиям. Подробности узнал Михаил Мадро. Бесплатные курсы по изучению компьютерной грамотности – это совместный проект Московской финансовой юридической академии и Почты России. Он призван сделать доступными и более качественными государственные и муниципальные услуги. Организаторы курсов уверены, что Центр предоставит людям с ограниченными возможностями дополнительный шанс для интеграции в современное общество. У нас здесь установлено 20 новейших компьютеров, так и пропускная способность Центра, я думаю, что сотни людей могут получить здесь образование. Подобные курсы в компьютерной грамотности были открыты в Доме ветеранов ещё год назад, но программа не смогла охватить всех желающих, и поэтому администрация Люберецкого района решила её продолжить. Скорее всего, это необходимость, потому что мы переходим в совсем другой мир, мир, когда необходимо общение через интернет, мир, когда уже, к сожалению, наши пожилые родители, наши дедушки, бабушки, они как бы стали отставать от нас, от жизни наших молодых людей, и поэтому их образование в этой сфере просто крайне необходимо. Что касается технологической стороны процесса, то всё оборудование и программное обеспечение для практического изучения компьютера предоставила корпорация Microsoft. Реально людей ожидают очень базовые знания, потому что многие наши пожилые люди, они боятся компьютера из-за того, что не знают, как его включить, не знают, как войти на портал госуслуги, то, о чем сегодня говорилось. Поэтому в Центре будут обучать о работе на компьютере людей, как будто бы они до этого его ни разу не видели. То есть их обучат, как его включить, обучат, как загрузить ту или иную программу, которая им необходима, покажут, как получать доступ на наиболее популярные сайты, как работать с интернетом, как не попасться на удочку в интернете. Кроме того, студентов курса научат пользоваться электронными государственными услугами, а тем, кто успешно прошел обучение, выдадут именные сертификаты. Это при общении к жизни, к современной, которая правильно была отмечена, что меняется с каждым днем. И те, кто имеет желание, но, допустим, не имеет возможности финансовой где-то обучаться, что здесь это на бесплатной основе, ну это просто прекрасно. Записаться на курсы может любой желающий. Для этого необходимо прийти в здание главпочтамта по адресу Октябрьский проспект, дом 211, или позвонить по телефону 8498-483-4934 или 8-917-540-1841. Михаил Мадро, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Круглый стол посвященный развитию здравоохранения в Люберецком районе прошел накануне в Доме ветеранов. На ближайшее время запланировано строительство гемодиализного центра и хирургического комплекса. Подробности у Алексея Адамова. По словам руководителя администрации Люберецкого района, в будущем году затраты на здравоохранение будут значительно увеличены. На то есть основания. По прогнозам специалистов, бюджет Люберецкого района из дотационного выйдет в профицитный. Конечно, нас это тоже радует, потому что мы сможем уже тогда больше сделать для наших бюджетных учреждений. В ближайшие годы на территории Люберецкого района будет продолжена реализация общероссийской программы «Модернизация здравоохранения». В рамках нее запланировано строительство гемодиализного центра и нового хирургического комплекса на территории второй больницы. Здесь же разместится областной сосудистый центр. Также в двух люберецких больницах откроют лоротделение. На улице Кирова в ближайшие годы заработают женская консультация и детская поликлиника. В 7-8 микрорайоне в будущем году введут в строй подстанцию скорой помощи, а также детскую и взрослую поликлиники. Для конца года будет кардиологическое отделение Красковской больницы тоже отремонтировано. Ряд других отделений больницы будут отремонтированы. Ведется ремонт холлов, детская больница, в роддоме там второй этаж ремонтируется. То есть сегодня мы стараемся в рамках этой программы модернизации привести все лечебные учреждения, поликлиники, как сейчас ремонт в некоторых начат, привести в соответствии. По словам Ирины Назаревой, второй этап программы модернизации здравоохранения в Люберецком районе будет реализован в ближайшие три года. Екатерина Захарова, Алексей Адамов, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. За здоровое сердце у взрослых и у детей. Так называлась тема круглого стола, который прошел в Люберецкой детской больнице. Люди в белых халатах бьют тревогу. Сегодня многие заболевания не просто помолодели. У детей все чаще выявляются патологии, которые раньше были единичными случаями. Как сохранить здоровье будущих мам и маленького человека еще до его рождения? К советам медиков прислушалась наша съемочная группа. Так бьется сердце трехмесячного малыша. Из грудного отделения Люберецкой детской больницы его принесли на УЗИ-обследование для исключения какого-либо порока или малых аномалий сердца. Малыш совершенно здоров. У него дополнительная хордочка в левом желудочке. Это как малая аномалия расценивается. Он будет с ней жить долго и счастливо. Ничего страшного в этом нет. Сегодня уровень технического медицинского оснащения и квалификация врачей позволяют уже на ранних стадиях беременности выявлять с почти стопроцентной точностью различные пороки в развитии ребенка. И если раньше эти исследования не сопровождались определением генетических изменений, то теперь это уже полноценный скрининг. Вот с прошлого года правительство Московской области финансировало это обеспечило и стало возможным обследовать всех женщин, которые состоят на учете в Люберецкой женской консультации, если они российские жительницы, обследовать на предмет выявления ранних пороков развития блага. Так, в прошлом году было обследовано 5,5 тысяч беременных женщин и у 124 выявлены пороки развития малыша. За 8 месяцев этого года уже обследовано без малого 5 тысяч будущих мам и число тяжелых отклонений у плода тоже стало больше. С другой стороны, в Люберецкой детской больнице меньше регистрируется случаев тяжелых пороков. Учитывая дородовую диагностику беременных женщин и внутриутробное выявление тяжелых пороков сердца и правильная дальнейшая тактика, мы стали в наших отделениях тяжелых пороков видеть значительно меньше. Это не значит, что таких пороков нет. Дети, которые рождаются с ними, сразу поступают в специализированные лечебные учреждения, где получают необходимую полноценную помощь. Встречаются в Люберецком районе и очень редкие патологии. Четыре таких случая были выявлены в прошлом году в Люберецкой районной больнице номер 3. Это болезнь Кавасаки. Медики предполагают, что заболевание инфекционно-аллергическое, но до сих пор причины его возникновения не выяснены. Возникает острая сосудистая недостаточность, нарушение кровообращения именно коронарных сосудов, возникновение инфарктов и впоследствии тяжелый выход этого ребенка. Ребенок становится инвалидом. При ранней диагностике, которая имеет целый ряд симптомокомплексов, возможно поставить этот диагноз и провести хорошую, адекватную терапию, в частности, иммунными препаратами определенными, длительную терапию, при котором идет полное выздоровление. Медики подчеркивают, что при условии грамотности врача, возможности правильной диагностики и полноценного лечения, сегодня есть возможность подарить ребенку с пороком сердца не только жизнь, но и здоровье. Елена Михайлова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. И в продолжении темы. Проблемы со спиной и головные боли знакомы, наверное, всем. Им подвержена почти половина взрослого населения нашей страны. Зачастую за этим кроются самые разные заболевания. И в этом случае важно вовремя поставить правильный диагноз. Инновационным методом обследования была посвящена конференция в Люберецком медицинском центре неврологии. К диалогу пригласили врачей самых разных специальностей. С подробностями Елена Михайлова. Даже с учетом развития современной медицинской техники еще не придумано универсального метода диагностики, который бы сразу давал ответы на все вопросы пациента и врача. Но все же существуют методики, которые быстро и с почти стопроцентной точностью демонстрируют наиболее полную информацию в плане определения диагноза различных заболеваний. Главное, чтобы лечащие врачи знали об этих возможностях и давали точное направление своим пациентам на обследование. Просто обидно бывает, что есть какой-то метод, методика, которая позволяет за две минуты поставить диагноз человеку, который перед этим ходил, месяц обследовался, но все не тем и все не там. Для того, чтобы между медиками было больше понимания и взаимодействия, сотрудники Люберецкого центра неврологии пригласили своих коллег из различных медучреждений района на специальную конференцию и продемонстрировали широкие возможности инновационных методов диагностики, в частности магнитно-резонансной томографии. Это инновационный метод, это самый диагностически ценный метод при большинстве заболеваний сегодня. Инновационный почему? Потому что он дает понятие трехмерного изображения. Трехмерного изображения, например, тех же сосудов головного мозга, той же ткани головного мозга, вещества. Мы видим его в трехмерном изображении, можем оценить его со всех сторон. Наиболее полную картину диагноза в совокупности с магнитно-резонансной томографией дает, например, ультразвуковое исследование сосудов. УЗИ остается одним из важнейших методов диагностики. Это исследование возможно сразу по нескольким параметрам. Только при помощи ультразвукового исследования можно оценить степень кровотока и давление в сосудах. На МРТ это невозможно посмотреть. На МРТ мы видим только структурные изменения какой-либо области. А нарушение мозгового кровообращения можно увидеть только на ультразвуковом аппарате. При том, что и ультразвуковое исследование, и магнитно-резонансная томография дают наиболее полную картину даже самых сложных и коварных заболеваний, они остаются наиболее безопасными методами диагностики и могут применяться даже для исследования беременных женщин. Елена Михайлова, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. С каждым годом в преддверии осенне-зимнего сезона все больше детей и взрослых делают прививки от гриппа. Сезонная вакцинация против опасной вирусной инфекции началась в детских садах и школах Люберецкого района. Для этого имеется достаточное количество вакцин гриппол. Мы ждем, конечно, возможно вспышка гриппа, то с сентября в школах, в детских дошкольных учреждениях нами начата вакцинация против гриппа. Вакцинация – дело сугубо добровольное. Взрослыми решение принимается самостоятельно, а за детей это делают родители. В связи с этим врачи обязаны проводить с ними беседы и получать их согласие. Согласно статистике, вакцинация уменьшает шанс заболеть гриппом и помогает избежать осложнений. Прививаться необходимо каждый год и лучше в начале осени, чтобы защитить себя от эпидемии, пик которой, по словам медиков, приходится на декабрь-февраль. Также врачи советуют вести здоровый образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе, постоянно употреблять свежие овощи и фрукты. Занятие спортом, закаливание и правильный образ жизни. И вы знаете, что немало важно. Конечно, необходимо помнить, что любой ребенок, даже каждый, конечно, он когда-то болеет. Если ребенок заболел, то необходимо обратиться к доктору и помочь ребенку справиться с этим, чтобы родители не занимались самолечением. Бытовую проблему пациентов Люберецкой районной больницы решил депутат Совета депутатов города Люберцы Дмитрий Дениско. Народный избранник из личных средств оплатил покупку двух холодильников для нужд онкологического отделения. Подробности далее. К народному избраннику с коллективным письмом обратились около 30 люберчан, находящихся на лечении. По их словам, фрукты и соки, которые приносят родственники, попросту негде хоронить. Два старых советских холодильника уже не вмещали скоропортиющиеся продукты нескольких десятков пациентов. В заявлении так и писали, что будем очень вам благодарны, если услышите нашу просьбу. Нашу просьбу очень быстро услышали и оказали такую помощь. И сегодня холодильники уже в отделении. Больные теперь будут очень довольны и благодарны. Насущный вопрос Люберчан был решен оперативно. В онкологическое отделение выехали помощники депутата Дмитрия Дениско. В разговоре с пациентами и медперсоналом выяснилось, что для их потребностей необходимо два холодильника. Но уже на следующий день к служебному входу медицинского корпуса приехала грузовая машина. Я, как представитель бюджетной комиссии, прекрасно знаю, что денег, которые мы можем выделить на наши учреждения, крайне мало. У меня была возможность с ним помочь, и я видел необходимость в этой помощи. Поэтому мы поставили два холодильника в эту больницу. Дмитрий Дениско известен в Люберцах не только как депутат, но и меценат. В его послужном списке немало добрых дел. За счет личных средств депутата за последние несколько лет были проведены ремонтно-отделочные работы в нескольких школах, гимназиях, лицеях, детских садах, во Дворце детского творчества и даже в ЗАГСе. Приобреталась школьная мебель, закупались продовольственные наборы для малоимущих граждан, а также оказывалась материальная помощь различным общественным организациям. Елена Михайлова, Алексей Адамов, Александр Карев, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. Знакомые мелодии и лучшие опереты. Уникальное мероприятие прошло в стенах Люберецкого дворца культуры. В рамках акции «Декады милосердия», организованной Министерством социальной защиты совместно с Министерством культуры Московской области, прошел концерт с участием артистов из Мыринского театра. Полтора часа любители классической музыки наслаждались выступлением звезд. Подробности в нашем следующем сюжете. Знаменитые арии из известных оперет – Сильва, Джудита, Веселая вдова, Летучая мышь и Моя прекрасная леди. Солисты Мыринского театра, глауреаты международных конкурсов – Владимир Целебровский, Катажина Мацкевич и Карина Чапурнова. В этот день они создавали во дворце культуры душевную атмосферу. Публика всегда с огромным удовольствием приходит на их концерты. Они всегда знают эту музыку, всегда подпевают. В оперете всегда все заканчивается хорошо, и поэтому, особенно для пожилых людей, это приятно. Когда в нашей жизни частенько не хватает чего-то доброго и светлого, это можно почерпнуть в оперете, которое, можно сказать, является сказкой. Гастроли солистов Мыринского театра приурочены ко дню пожилого человека. Они уже выступили в Ступино, Можайске, Подольске и других городах Московской области. Но зрителей Люберецкого района своим репертуаром они покоряли впервые. Мы всегда рады проводить для аудитории пожилых людей мероприятия, потому что это очень отзывчивая аудитория. И та аудитория, которая требует большого внимания, заботы. Мы стараемся всегда помочь им и пригласить их на концерты, так сказать, серьезной музыки в том числе. Люберчане с удовольствием побывали на концерте классической музыки. Завершится декады милосердия в Раменском, где выступят артисты Мариинского театра. Лилия Хайрулин, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Люберецкий краеведческий музей должен стать брендом города. Об этом на совещании в городской администрации сообщила директор музея Татьяна Хвощевская. Подробности далее. Татьяна Хвощевская считает, что Люберецкий краеведческий музей ни в коем случае не должен являться синонимом слова «скука». Ему необходимо придать статус городского культурного центра. И если в предыдущие годы основное направление работы музея было сохранение фондов и просветительская деятельность, то теперь ему пришло время стать площадкой для духовного обновления города. И для этого прилагается максимум усилий. Это полное обновление экспозиции, частичное обновление интерьера и вывесок. Открытие сайта музея. Проведение ежемесячных художественных выставок, объединение люберецких художников, состав которого входит 90 человек. Открытие картины галерей на третьем этаже музея. Участие нашего экскурсовода в совместном проекте с люберецким телевидением и каналом «Подмосковье» в подготовке программ по краеведению. 11 октября здесь пройдет презентация Центра социально-культурного развития. Сотрудники музея считают, что именно таким он должен быть в современных городских условиях. Актриса театра «Летопись» продемонстрирует театрализованные экскурсии для младших школьников. На презентации будут представлены креативные практики рисования для детей и взрослых. Выступят инициаторы создания салона «Званный вечер» для молодежи, для творческой молодежи. И фольклорная группа с обрядовыми свадебными песнями, как фрагмент церемонии для новобрачных, фамильный след в музее, который также придуман нашими сотрудниками. Несмотря на множество идей, краеведческий музей не сможет в полной мере реализовать даже их малую толику. Бюджетное финансирование оставляет желать лучшего. Требуется ремонт выставочных залов, необходима установка кондиционеров для поддержания специального температурного режима для картин, не хватает специалистов, слишком высоки коммунальные услуги, а зарплаты сотрудников уже давно нуждаются в повышении. Пока возрождение культуры не стало нашей национальной идеей, мы вынуждены будем обращаться к помощи общественности. И все-таки лицо у музея есть. Оно, знаете, определяется тем, оно определяется непоколебимой верой в возможность чуда. Глава района и города Владимир Ружицкий отметил, что краеведческий музей уже долгие десятилетия является лицом люберец. Поэтому местная администрация будет прилагать максимум усилий для его успешной работы. Когда заходишь и видишь лицо или суть этого города, история города, история людей, у тебя сразу появляется картинка о том месте, куда ты приехал и что тут происходит. Поэтому, конечно, у нас в городе такая точка притяжения культуры, истории, она имеется. Но другое дело, что над этим надо работать. Владимир Ружицкий внес предложение объединить в ближайшем будущем в одно целое уже действующий краеведческий музей и пока еще недостроенную картинную галерею. Музейно-выставочный комплекс, скорее всего, будет носить имя его первого директора и основателя Михаила Изместиева. Михаил Мадро, Алексей Адамов, Александр Карев, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Мама рядом. Так называется региональный проект, который помогает малышам проще адаптироваться к детскому саду. Первые две недели в дошкольные учреждения с ними ходит мама. Вместе они знакомятся с воспитателями и привыкают к новой обстановке. В Люберцах такая программа действует в детском саду номер 20. Подробности у наших корреспондентов. Вопросом адаптации ребенка в детском саду номер 20 занимаются уже несколько лет. Педагоги уверены, что от того, насколько она легко пройдет у малыша, зависит его дальнейшее развитие и пребывание в стенах учреждения. Готовиться к этому начинают за несколько месяцев до поступления в сад. И уже в течение всего лета родители готовят на своих детей портфолио, смотрят фильм, сказку, которую мы записываем на диске, где главный герой – медвежонок, где отражается жизнь группы детского сада. И в доступной форме родители знакомятся с этим диском, показывают его детям, и дети как бы тоже заочно знакомятся с нашим детским садом. В сентябре в детский сад с детьми приходят их мамы. Там они проводят по два-три часа в день. Вместе гуляют, играют и знакомятся с новыми людьми. В присутствии мамы ребенок проще привыкает к новой обстановке. Наталья Левашова убедилась в этом на примере своей дочери Насти. Причем, когда она приходила домой, она рассказывала папе, бабушке, родным, с чем она занималась, какие песенки они пели. Полезен такой проект и для родителей. Они знакомятся и друг с другом, и с воспитателями. По сути, лучше узнают тех, с кем их ребенок будет проводить целый день. Педагоги признают, что мамы больше начинают им доверять. Конечно, это нужно внедрять. Потому что я уже руковожу этим детским садом 15 лет. И, конечно, я могу сравнивать то, что было у нас в начале, и какой результат сейчас. Понимаете, мы избегаем стрессовой ситуации. Значит, ребенок не заболеет, и он будет с улыбкой идти в детский сад. А для нас это самое главное. У родителей проблем с тем, чтобы прийти в детский сад на 2-3 часа, как правило, не возникает, в силу того, что декретный отпуск длится до 3 лет. Адаптивный период продолжается 2 недели. Однако, воспитатели отмечают, что некоторым детям этого времени бывает недостаточно. Тогда мама может приходить на занятия и дальше, пока ребенок окончательно не будет чувствовать себя как дома. Екатерина Захарова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Праздник закончился, а подарки остались. Учительница начальных классов Люберецкой гимназии номер 41 Татьяна Смирнова еще долго будет помнить о том, как прошел День учителя. Подарок, который преподнесли ей руководители управления образованием и администрации района, поразил всех членов ее семьи. Обладательница новой двухкомнатной квартиры поделилась своими эмоциями и впечатлениями с Ольгой Чукановой. А что это? Какой член предложения? Дополнение, дорогие мои, а как мы его подчеркиваем? Тире-тире. Тире, пунктирной линии. Татьяна Смирнова в детстве, в отличие от своих сверстников, учительной цистать не хотела. Но в связи с тем, что в сельской школе, где она училась, была нехватка педагогов, уже в старших классах Татьяна Арсеньевна помогала своим одноклассникам в изучении иностранных языков и биологии. Я собиралась стать экономистом, поступать в технический институт, но так как полбала не хватило, а до этого у меня сестра училась в педагогическом институте, она меня уговорила пойти в Орехозойский пединститут. И поступила на факультет учителей младших классов. Но до этого я отработала год в сельской школе, после 10 класса. Вот так случайно Татьяна Смирнова связала всю свою жизнь с учениками младших классов. Несмотря на ненормированный рабочий день и постоянное общение с малышами и их родителями, педагог находит время и на семью. Она у нее большая и очень дружная. Под одной крышей, а точнее в обычной двухкомнатной квартире, вместе с учительницей живет свекровь, муж, дочь, зять, сын, сноха и две красавицы-внучки. Всего 9 человек. Так получилось, что все сконцентрировались в одном месте, в Люберцах. Живем мы в небольшой квартирке, но живем большой семьей. У нас голова семейства Смирнова Вера Федоровна, ей 82 года. Семья Татьяны Арсеньцевной разрослась примерно 5 лет назад. Тогда сын женился, а дочь вышла замуж. Когда места в двухкомнатной квартире стало не хватать, учитель решила встать в очередь на улучшение жилищных условий. По словам педагога, процедура оформления документов была формальной. Никто из членов семьи не рассчитывал на то, что эта программа когда-нибудь будет реализована. Конечно, для меня было очень большой неожиданностью, очень большой неожиданностью вот этот такой подарок к Дню Учителя. И вот в пользу случая мне очень хочется огромное спасибо сказать прежде всего лично Аркадию Макаровичу, нашему директору, лично Галине Павловне Тимофеевой и администрации города, которые оценили мой труд и такой подарок мне преподнесли. Огромное им спасибо за это, конечно, за то, что чуть повольнее вздохнем. Ученики, родители и коллеги очень рады тому, что жилищный вопрос Татьяны Смирновой решился быстро и положительно. Ведь она является разработчиком авторской педагогической методики «Гимнастика мозга», которую с успехом применяет в работе. А как известно, для творческого развития необходим покой и личное пространство. Татьяна Арсентьевна профессионал своего дела, потому что все новое, что есть в гимназии, начиналась с Татьяны Арсентьевны. Гимнастика мозга с Татьяны Арсентьевны. Именно она со своими учениками лазила под партами, скакала, прыгала, улыбалась, изображала сову и всех остальных животных. Именно с нее начиналось развитие творческого потенциала личности, где дети могли раскрыть свой творческий талант и показать, насколько они действительно дети нестандартные. Теперь у Татьяны Смирновой будет и личное пространство, и даже свой рабочий стол. А это значит, что, возможно, уже в следующем году воспитанники учебного заведения будут черпать знания по новой авторской методике. Ольга Чупанова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Еще один юбилей теперь уже целого учреждения. В этом году у Люберецкой гимназии номер 24 исполнилось 50 лет. Впервые она открыла свои двери для школьников в 1962 году. О том, какие изменения произошли за полвека, нашей съемочной группе рассказали ученики, выпускники и педагоги школы. 50-летний юбилей – это некий рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь. О том, как зарождалась история Люберецкой гимназии номер 24, нам рассказала выпускница 1972 года, тогда еще школы номер 115 Ольга Морозова. Самые яркие воспоминания, когда в августе месяце мой папа еще с Пагауза завозил школьные парты. И я сидела рядом с ним, рядом в кабине водителя, и мы эти парты привозили сюда. А здесь нас встречала первая директор Ведерникова Анна Харитонна. Ученики и их родители, студенты, выпускники прошлых лет и, конечно, весь педагогический состав учебного заведения. В день празднования 50-летнего юбилея в актовом зале Люберецкой гимназии номер 24 собрались люди разных возрастов и поколений, чтобы не только встретиться вновь, но и показать свои творческие таланты и способности. К многочисленным поздравлениям присоединились руководители вузов, представители управления образованием и администрации Люберецкого района. Я от имени главы города и района Владимира Петровича Ружицкого пришел поздравить вас всех с этим замечательным юбилеем, пожелать всем здоровья, творческих успехов, чтобы гимназия 24, как и сейчас, была одной из самых ведущих, из самых таких привлекательных наших учебных заведений города. Всего за 50 лет гимназия номер 24 выпустила более 3,5 тысяч человек, среди которых 39 золотых и 42 серебряных медалиста. Сегодня старейшее учебное заведение города сотрудничает с различными столичными вузами, среди которых Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, Международный университет природы, общества и человека Дубна, Московский институт коммунального хозяйства и строительства. Тесная совместная деятельность дает возможность выпускникам школы на льготных условиях поступать в лучшие высшие учебные заведения нашей страны. Ольга Чуканова, Дмитрий Куряков, Люберецкое районное телевидение. Педагоги Люберецкой гимназии номер 24 за 50 лет своей трудовой деятельности воспитали не одно поколение умных, одаренных и выдающихся людей. Недавно к числу тех, кем гордится школа, присоединилась ученица 10 класса Анна Кресюк. Чем эта девушка отличается от своих сверстников и за что получает стипендию губернатора Московской области и главы Люберецкого района, выясняла наша съемочная группа. Ученицей 10 класса Люберецкой гимназии номер 24 гордится не только школа, но и вся страна. Анна Кресюк – профессиональная спортсменка. Девушка с 3 лет занимается легкой и эстетической гимнастикой. В своей действительно золотой копилке Анна имеет не только огромное количество медалей и дипломов за победы в российских и международных соревнованиях. Сегодня она получает сразу две государственные стипендии от губернатора Московской области и главы Люберецкого района Владимира Ружицкого. Ей удается совмещать учебу в школе с профессиональным спортом. Когда я готовлюсь, допустим, к соревнованиям по эстетической гимнастике, я иногда пропускаю художественную гимнастику, но тренер все равно понимает это. Тем более, что на эстетической гимнастике у нас уже такой уровень очень высокий. Мы выступаем на чемпионатах мира, на кубках мира, на чемпионате России мы заняли первое место, на чемпионате мира – второе. Мнение о том, что хороший спортсмен не может быть отличным учеником, Аня опровергла с легкостью. Девушка учится в классе медико-биологического профиля с углубленным изучением химии и биологии. В дальнейшем она планирует поступить в первый Московский медицинский институт имени Сеченова. Сегодня между этим вузом и гимназией номер 24 заключен договор о сотрудничестве. В соответствии с договором о сотрудничестве с вузами, наиболее успешные выпускники, они, конечно, сдают единый госэкзамен на высокие баллы, имеют некоторые льготы, преимущества при поступлении в эти вузы. Да, у нас открыты подготовительные курсы, которые ведутся силами вузовских преподавателей и наиболее опытных школьных преподавателей по программам, которые скорректированы с вузовскими. Обучение в медико-биологическом классе Аня выбрала не случайно. Любимые школьные предметы девушки – химия и биология. В дальнейшем она планирует совместить спортивную карьеру и теоретические знания. После обучения в профильном институте Аня хочет стать спортивным врачом. Ольга Чуканова, Александр Кариб, Люберецкое районное телевидение. Поменялись местами. В Люберецкой гимназии номер 44 прошел день самоуправления. Ученики заняли место учителей, а все наблюдали за происходящим. Как прошли экспериментальные уроки, увидела Ольга Чуканова. В рамках различных мероприятий, приуроченных в празднование дня учителя, в Люберецкой гимназии номер 44 прошел ежегодный день самоуправления. Ученики на некоторое время заняли рабочие места своих преподавателей, а тех, в свою очередь, пригласили ознакомиться с творчеством воспитанников учебного заведения. В этом мероприятии в основном участие принимали ученики 11 класса, то есть наши выпускники. И многие из них были учителями. Кто-то из них был заместителем и директором. Егор Александрович. Именно так к своему однокласснику в этот день обращались ученики гимназии. Этому юноше выпало честь стать временным директором общеобразовательного учреждения. Старшеклассник признается, что осознает всю ответственность, которая легла на его плечи. Справиться с должностью руководителя было не так-то просто, но все получилось. Все справились со своей должностью. Так же и я, я думаю. Хотел бы отметить, что все хорошо справились. То есть было в школе не шумно, все было тихо. Я проходил по всем, как бы как директор же проверяли. Опоздающих мало было. По завершению учебного дня юные педагоги сложили свои полномочия. И в торжественной праздничной обстановке официально передали бразды правления настоящему руководству школы. Ольга Чуканова, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Ровесница Первой мировой войны. Жилинская сельская школа номер 23. Одна из старейших школ не только Люберецкого района, но и Подмосковья. В прошлом году отметила 90-летний юбилей. Ученики гордятся историей своего учреждения и учителями, которые дали путевку в жизнь тысячам выпускников. Об особенностях сельской школы в нашем следующем сюжете. 165 учеников и 16 преподавателей. Наверное, когда сельскую Жилинскую школу строили в прошлом веке, никто и предположить не мог, что спустя время она будет также выполнять свои прямые обязанности – функции образования и воспитания детей. Вообще мы свое летоисчисление ведем с 1872-1873 года. Вот рядом с нами есть храм Успения. И, как всегда на Руси велось, рядом с храмом была построена церковно-приходская школа. И долгое время она являлась единственным образовательным учреждением в селе Жилин. Но так как село было большое и на сходе было принято решение построить еще одно деревянное здание, в котором мы сейчас с вами и находимся. Так что образование на Руси всегда было в почете. Несмотря на возраст, Жилинская школа является победителем национального проекта образования, входит в реестр лучших образовательных учреждений России. Без всякой скромности преподаватели говорят, что сумели сохранить свои традиции и стали конкурентоспособными для многих. Но основным показателем работы школы до сих пор является профессиональный коллектив преподавателей и преданные ученики, которые поддерживают нововведение в образовательной системе начальных классов. Учимся, работаем. У нас в классе есть интерактивная доска, оборудование. Практически каждый урок мы ее используем. Она оказывает большую помощь учителю в подготовке к уроку, в проведении самого урока. Детям очень нравится. Много очень развивающих заданий, как по математике, в обучении грамоте, так и по письму. Дети работают с удовольствием. Интерактивная доска, персональный компьютер, электронный микроскоп – это лишь малая часть того, что есть в Жилинской школе. Благодаря усилиям коллектива вот-вот начнется строительство нового спорткомплекса, который будет оснащен антивандальными тренажерами. А вот при входе в учреждение можно увидеть память их погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь проводят панихиды и встречи с ветеранами 9 мая. Полковник и писатель, ветеран войны и изобретатель. 90 лет исполнилось жителю города Люберце Вадиму Петровичу Мальцеву. В этот день один из старейших жителей нашего города пригласил на свой юбилей и Люберецкое районное телевидение. Подробности далее. Несмотря на столь почтенный возраст, ветеран Великой Отечественной войны по-прежнему полон сил, воспитывает внуков и каждый год собирает за большим праздничным столом родных и друзей. Сейчас телевидение у нас, значит, все хорошо. Ну, я тебя поздравляю тоже. И спасибо большое, что ты позвонил. Во время Великой Отечественной войны Вадим Мальцев в должности радиомеханика и радиотехника подготовил к боевым вылетам более трех тысяч самолетов. Принимал участие в Параде Победы в составе сводного полка 1-го Привалтийского фронта. Закончил Ленинградскую краснознаменную военно-воздушную инженерную академию имени Можайского. Затем продолжил службу в НИИ ВВС на различных инженерных должностях. Имеет более 35 научных трудов и изобретения. Изобретение у меня есть по поводу работы в космосе. Централизованная контроль летательных аппаратов. В этот день к юбиляру пришли в гости представители администрации, Советы ветеранов, Управление социальной защиты и депутат Совета депутатов города Люберцы Денис Ерченко. Огромное спасибо. И хочу пожелать сейчас заботиться о детях, заботиться о внуках. Здоровья. Владимир Петрович, могу честно сказать, хорошо выглядишь. Молодец. Вот это, наверное, та боевая закалка, которая была. В честь юбилея и за заслуги перед авиацией от Российской Академии наук Вадиму Мальцеву была вручена золотая медаль имени Мстислава Келдыша. От Совета ветеранов – медаль «100 лет военной авиации России». Поздравительные письма от губернатора Подмосковья, областного министра соцзащиты и Совета депутатов города Люберцы. И, конечно же, самые теплые слова от детей и внуков. Алексей Адамов, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Совсем недавно в украинском городе Львове завершился чемпионат мира по тяжелоатлетике среди мастеров спорта. В одной из категорий победителем стал спортсмен-излюберец Алексей Никитин, который возобновил свою карьеру после длительного перерыва в 2008 году. С чемпионом встретился Алексей Адамов. По словам Алексея Никитина, путь к золотой медали был непростым. За четыре года подготовки после перерыва приходилось много тренироваться, восстанавливая прежний потенциал. Не обошлось без травм. Но спортсмен преодолел себя и показал на чемпионате лучший результат. Все у меня бронза, серебро было. Вот наконец-то дошел до того уровня, до которого хотел. Но, в общем, я доволен. Труды не пропали даром. Тренировки проходили в школе Олимпийского резерва, которую Алексей начал посещать еще в начале 80-х годов. По его мнению, тренерский состав школы один из лучших в России. Так, его наставник по юношеской секции Валерий Ёлкин работает здесь уже более 20 лет, воспитывая юных спортсменов, многие из которых занимают призовые места на различных чемпионатах. Вот сейчас чемпионат Московской области прошел в эти выходные в городе. У нас один парень его выиграл 94-го года. Алексей отмечает, что все ребята, посещающие школу, занимаются абсолютно бесплатно. И несмотря на устаревший инвентарь и далекие от идеальных условий, энтузиазма и воли к победе им не занимать. Хотелось бы, конечно, чтобы немножко обновить инвентарь, на котором занимаемся. Потому что есть некоторые штанги, на которых я еще тренировался сам в детстве. Хотелось бы, конечно, чтобы наши власти немножко побольше внимания выделяли. На соревнования побольше ребят вывозить, проводить турниры, чтобы помощь такая была. Остальное мы сами все сделали. Что касается будущих выступлений титулованного спортсмена, то его ждет чемпионат Европы и Олимпийские игры среди мастеров спорта, которые состоятся в Италии в будущем году. Алексей Адамов, Михаил Мадро, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. И это все, чем запомнилась минувшая неделя. В воскресенье в 8 вечера не пропустите программу «Русская песня». А новый информационный выпуск выйдет в эфир в понедельник в 20.00. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова